Здравствуйте! Меня зовут Сухова Дарья Сергеевна, и сегодня мы продолжаем наши уроки под ментальной арифметики количества числа. Итак, мы рассмотрели с вами цифру 1, 2, 3 и 4. Теперь мы работаем с этими числами, которые мы уже прошли, с этими цифрами. Значит, для того, чтобы ребенок хорошо усвоил эти цифры, я предлагаю делать следующие упражнения дополнительные. Эти упражнения очень нравятся детям. Мы просим ребенка показать на пальчиках цифру 1, потом цифру 2. 2, потом цифру 3, потом цифру 4. И делаем это быстро, меняя быстро цифры. Это 1, например, потом 3, потом 4, потом у нас будет 2. И таким образом играем с ребенком, чтобы он быстро выкидывал пальчики. Когда у ребенка хорошо получается это упражнение, дальше можно играть с ним в такую игру. Вы показываете цифры неправильно, а говорите то, что должен показать ребенок. Называется игра путаница. Например, я говорю 1, а показываю 2. А ребенку нужно объяснить, что он должен показывать то, что вы ему сказали. И так же играем от 1 до 4. Следующее упражнение с пальчиками. Это когда мы меняем цифры на одной руке. Одно показываем, на другой другое. На одной руке показываем один, на другой два. Значит, и говорим быстренько. Поменяли. 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 И так можно сделать и с тройкой, и с четверкой. Значит, на одной 3, а на другой 2, например. И быстро меняем. 3, 2. Поменяли. 3, 2. Поменяли. Когда у ребенка получается это делать хорошо, можно усложнить упражнение, добавив хлопок. Мы показываем на одной руке один, на другой два. Хлопнули. Поменяли. Хлопнули. Поменяли. Хлопнули. Поменяли. Хлопнули. Вот. И так же можно там менять разность и 4, и 3. И это будет превосходная пальчиковая гимнастика и превосходный счет. Еще хочется добавить сюда следующее упражнение. Для этого дети могут ходить свободно по классу или по квартире. И вы даете им задание. Найди все, что у нас по одному. Ребенок ходит и ищет все, что по одному. Потом говорите. Найди все, что у нас по два. Можно использовать при этом свое тело. Что у нас есть две руки, две ноги, два глаза, два уха. Потом просите ребенка найти все, что по три. Можно выглянуть в окно, посмотреть, чего там бывает по три. И так же сделать по четыре. Чего бывает по четыре. Можно так же просить ребенка вспомнить, какие бывают фигуры, и как тоже можно их отнести к один, два, три и четыре. Такое упражнение поможет им лучше узнать, что в мире очень много цифр. И это действительно нужная вещь для ребенка. Не просто абстрактный раз, два, три, четыре, а что весь мир можно посчитать. Мы продолжаем работу уже со всеми цифрами. С цифрой один, цифрой два, цифрой три и цифрой четыре. Мы их пишем. Обязательно следите за тем, чтобы ребенок их писал правильно. Объясняйте им, что от носика к хвостику. От носика к хвостику. Все цифры пишутся. Сначала вот у каждой цифры есть носик и к хвостику. От носика к хвостику. От носика к хвостику. Проще сразу научить ребенка писать правильно числа, чем переучивать потом. Обязательно слипите их цифры и не один раз из пластилина. И количество шариков из пластилина, количество числа. Следующее у нас упражнение здесь идет на то, что ребенок должен посчитать, сколько здесь насекомых. Покажите ребенку картинку и спросите, как ты думаешь, что здесь хотел от нас художник. Сейчас я веду занятия с детьми в центре, и они достаточно быстро соображают, что их надо посчитать, сколько чего. Дальше предложите ему догадаться, если они посчитали, что у нас божьих коровок 4, то к какому абакусу нужно их приклеить. Значит, божью коровку мы приклеим из наклеек. Вот я возьму наклейки и приклеим из наклеек на абакус, сверху абакуса цифру 4. Сверху четверки приклеим с вами божью коровку. И так же проделать с остальными насекомыми. На самом деле детям гораздо интереснее, если вы медленно пройдете это упражнение и разрешите им еще и закрасить. То есть можно обсудить, какого цвета бывает каждая насекомая, и заодно заниматься окружающим миром, и закрасить каждое насекомое в свой цвет. Это делается для того, чтобы запомнить, как следует, какие здесь были насекомые. Если они все это раскрасили, то им гораздо легче будет найти отличие одной страницы от другой. И здесь дети быстро увидят, что у нас стало меньше кузнечиков. И кузнечик заменился, оказывается, у нас тут майским шуком. Внизу нам нужно будет приклеить нужное количество кузнечиков, нужное количество гусениц и нужный абакус. Для этого мы возьмем наклейки. И ребенок будет находить у нас 2, 2, цифру 2 на абакусе и приклеивать. Следующее упражнение, но не просто упражнение, это волшебное упражнение, которое учит ребенка еще ориентироваться в пространстве и работать со стрелками. Здесь ребенку предлагается посчитать количество предметов, которые могут летать вверх, и количество предметов, которые падают вниз. И, соответственно, приклеить количество абакусов, число на абакусе и закрасить нужную стрелку. Когда ребенок у вас приклеит абакусы, обязательно нужно вспомнить про крокодила и покормить его. Следующая страничка. Опять продолжаем работать со стрелками и запоминать, что принесли животные в подарок девочке Даши. На следующей страничке ребенку нужно будет вспомнить это и раздать нужные предметы нужным животным. Опять смотрим на страничку, которая внизу, и просим ребенка догадаться, что же хотел художник. А художник хотел, чтобы ребенок прошел по лабиринту, нашел выход, то есть отнес все морковки в корзинку, и на каждой пещерке, в каждой ямке, где у нас содержится морковка, приклеил свой абакус. Сколько здесь на пути у него встречается морковок, такой абакус он клеит. Следующая картинка. И для чего мы давали стрелки, чтобы объяснить ребенку, как правильно работать с абакусом. С абакусом нужно работать следующим образом. Тут нарисованы стрелочки, что когда мы работаем с абакусом, мы поднимаем бусинки большим пальцем. И мы можем потренировать ребенка, поднимать одну бусинку, две бусинки, три бусинки. Значит, на скорость. Прямо диктовать ему. А сейчас поднимем две бусинки, будет два. Поднимем три бусинки, а потом четыре бусинки. Конечно, лучше делать это лежа, потому что иначе абакус должен лежать, потому что иначе бусинки сползают вниз. И когда он, потренировавшись, поднимать большим пальцем, убирать мы это все будем указательным. То есть мы вверх поднимаем большим, убираем указательным. Вверх большим, убираем указательным. Дальше мы продолжаем работать опять с цифрой 1, 2, 3, 4. И здесь уже определяем, опять просим ребенка догадаться, что от него хочет художник. И сделать задание. Дети легко определяют, что здесь нужно подписать нужную цифру. И здесь просто потренироваться писать. Следующее задание. Нам нужно для начала соединить предметы с их формой. Если у нас дыня овальная, мы ее соединяем с овалом. Елочки у нас треугольные, мы с треугольником соединяем их. И, соответственно, холодильники и мячики. Когда дети соединили это, им нужно предложить посчитать, сколько предметов было той или иной формы. И приклеить сюда, в серединку, в серединку сюда, клеим абакус. Значит, у нас с вами мячик 4, значит, тут будет абакус, обозначающий 4. Значит, если у нас здесь с вами квадратных предметов, прямоугольных предметов, холодильников 3, здесь будет цифра 3 приклеена. И так далее. После этого мы просим ребенка вспомнить, какие цифры он куда раздал. И раздать их уже вот на этой страничке, раздать их нужным фигуркам. Дальше тут задание для того, чтобы правильно накормить крокодила. Для этого нам нужно раздать имеющиеся внизу бусины, так, чтобы получилось верно, чтобы каждый крокодил развивал рот на большее число. То есть на первое число у нас туда пойдет 3 бусины, потом 2 бусины и 1 бусина. Здесь ребенку предлагается соединить числа по порядку от 1, то есть это уже порядковый у нас с вами счет, не только количественный, но и порядковый. От 1 до 4, до 4. И найти несколько таких цепочек от 1 до 4 и соединить. Следующее задание. Мы опять тренируем зрительную память. Мы раскрашиваем эту картинку, ее запоминаем и смотрим, что у нас здесь поменялось. На нижней картинке мы учимся сами рисовать бусины. Какое число написано, столько бусин мы рисуем. Обратите внимание, что рисуется именно то количество бусин, какое число. А другие не рисуются. То есть на двойке у нас будет 2 бусина нарисовано, на тройке 3 бусина, а на четверке 4 бусина. Здесь следующая игра на количество числа. Мы предлагаем, даем ребенку разные задания с определением количества числа. Можно это делать по-разному. Можно сначала попросить найти все, что по одному, потом все, что по 2, все, что по 3 и так далее. А можно попросить ребенка просто в разнобои спрашивать, сколько ножниц, сколько тортиков, сколько ежиков, сколько это, чтобы он быстро, не пересчитывая, просто определял на глаз, сколько здесь каких предметов. После того, как вы поиграли с ним так, надо закрыть эту страничку и попросить его вспомнить, сколько каких предметов он видел. Пусть он по памяти вспомнит, что ежей было 2, что велосипедов было 3. Если ребенок не может это вспомнить, можно продолжить еще поиграть в эту игру, чтобы он запомнил, сколько каких предметов. Это развивает визуальную память на предметы. Как работать с этой книжкой дальше, мы расскажем на следующем занятии. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok